Зовут меня Лофтаров Вячеслав, и сегодня я расскажу вам, во-первых, как обновить Zabbix, во-вторых, зачем, обсудим с вами зачем. Я тогда выключу камеру, потому что побольше будет места на экране, вот, всем привет, вот, ну и пару слов о себе. Значит, если вебинар вам понравится, вы захотите у нас обучаться, то проще все это сделать через сайт специалист.ру. Ну, здесь можно почитать о преподавателях, например, про меня, можно почитать, кто я, что я веду. Ну, пока сайт открывается, скажу, что я работаю администратором в МГТУ имени Баумана, сисадмином, девопсом и так далее. И параллельно преподаю в замечательном учебном центре специалистов, преподаю курсы по Linux. Мне не очень нравится название по Linux, мне больше нравится по свободному программу обеспечению, потому что Linux – это ядро. Но, тем не менее, все привыкли Linux, Linuxoid, спец по Linux. Поэтому и наш вебинар относится к курсу, который идет аж целым пятым в нашей линейке. Мониторинг инфраструктуры. У нас полный каталог курсов по использованию Linux на предприятии, начиная с самых основ Linux, зачем он нужен, безопасность Linux, импортозамещение, куда без него. И вот мониторинг всего этого хозяйства, аж пятый курс. Поэтому посмотрите, если понравится, буду рад, или мои коллеги будут рады, если вы к ним запишетесь. Значит, я для своих курсов и занятий использую ресурс, который в формате Википедии присутствует. Вот так он называется. WikiVal.b.m.st.ru. Вал Вячеслав Александров Лохтеров. Бауманг – основное место моей работы. Wiki-формат. Вот. И здесь большое количество материалов, совершенно открыто, доступно. Значит, поэтому можете ей пользоваться. Ну, и я воспользуюсь для проведения вебинара. Следующим образом. Я зайду в раздел «Курсы. Материалы по методике чтения курсов». И здесь где-то в середине большой список публичных мастер-классов, которые я читаю. И вот последний из них – Zabbix 7, как обновиться и что поменялось. Значит, я очень люблю практические работы, поэтому не буду зачитывать вам длинный список, что поменялось, и обсуждать это в воздухе Махая. Поэтому прям начнем сразу. Чтобы увидеть, как обновиться, надо, чтобы было что обновиться. Для этого я возьму образ VirtualBox. Образ доступен в этой методичке. Можно, ну, даже я потом длительные процессы буду показывать. Можно взять свой образ, собрать и так далее. Образ я имею в виду Linux. И вот я люблю использовать Debian. Буду в свободные минуты его нахваливать. И сейчас импортирую первую виртуальную машину. Поэтому, в принципе, если вы смотрите эту запись на YouTube или на Rootube, можете прям за мной повторять. Вам понадобится VirtualBox. Вам понадобится образ Debian. И вот пока она импортируется, я даже могу рассказать, где она берется. Вот Vicky Val BMS.ru. Опять я вернулся в корень. Здесь имеется видеоурок «Развертывание стенда дома». Вот посмотрите его с 13-й минуты, и вы сможете любой из наших курсов развернуть дома. Если у вас там хотя бы 16 гигабайт оперативной памяти есть, то для 90% курсов хватит. Ну, а я продолжаю. Значит, у меня импортировалась машина Zabix. Я ее подключаю к локальной сети домашней. Тоже вот в том видеоуроке рассказывается, как вот эти сети организованы. Прям вот домашний компьютер беру, подключаю и запускаю. Сам образ Debian ничего практически не содержит. Просто проинсталирован next, next, next. Ну, некоторые программы пакета установлены там, типа Gita или DCB-Dumbo. В общем, такой джентльменский набор. Так, я импортирую следующую машину. Чтобы Zabix что-то мониторил, он должен что-то мониторить. Я решил, что будет зрелищно, если я покажу вам в связи с этими импортозамещениями и так далее, как мониторить множество рабочих станций Linux. Мониторить во всех отношениях, там, не кончилось ли место на диске, или там, не велика ли загрузка процессора. Ну, а еще покажу, как, например, мониторить список установленного ПО. Кстати, задача не совсем очевидная. Например, в курсе импортозамещения рассказывается, как управлять рабочими станциями Linux и насильно устанавливать туда нужное ПО с помощью Ansible, GitLab и так далее. Но, тем не менее, вдруг у вас рабочие станции Linux неуправляемые, и каждый имеет на ней рута пользователей, и каждый ставит, что попало, и вот интересно, что же он туда поставил. Поэтому вот такая вот задача будет. И она как раз будет причиной того, что мы захотим обновляться. И обновимся, и посмотрим результат. Так, запекс. Значит, чистый дебен, никакого там запекса нету. Подключаюсь к учетной записью студент. Вот как раз то, что в этом пароль, маленькими буквами паспорт, и узнаю IP-адрес. Поскольку у нас такой домашний урок, то дома у вас наверняка динамические адреса. И вот я подключаюсь к своему образу, подключаюсь к любимой программе Пути. Так, что там было? 10, 5, 5, 50, 55, по-моему. У вас наверняка там 192, 168, поэтому пишите тот IP-адрес, который вы увидите. Вот. Подключаюсь тоже к учетной записью студент, пароль, паспорт. Вот. И чтобы эти две машины различать, и вообще, потому что это прилично и культурно, я тут же даю, задаю им хост-нейм. Значит, вот эта машина у нас будет Zabbix. Пароль маленькими буквами паспорт. Вот такой пароль. Самый ужасный, который только может быть. Так. Ну и сразу подниму себе привилегии, чтобы видеть приглашение, что это Zabbix. И наберу apt-update. Синхронизирую репозиторию. Так. Принеслась следующая машина. Наш с вами клиент, которых мысленно там 10, 5, 20, 40, 50. И я поэтому и назвал клиент N, потому что таких машин много. Тоже узнаю полученный IP-адрес. Студент. Паспорт. IPA. Так. Ну, адрес следующий. Совершенно случайно следующий адрес получился. Поэтому 10, 5, 5, 56. Можно было, конечно, начать с того, что вот у вас есть шестой Zabbix. Вот, смотрите, видите, вот он есть. Но я просто опасаюсь, что многие люди скажут, что у меня не шестой Zabbix, а у меня нет шестого Zabbix. А так, сделайте так, и у вас будет шестой Zabbix, который можно обновить, посмотреть, спотыкаться, поисправлять и так далее. В общем, большой я сторонник практики. Вот, потому что просто описание, что там обновилось, можно найти большое количество и на русском языке, и на Хабаре, и в оригинальных статьях. Что-то у меня буквы И не нажимаются. Так. И вот, соответственно, клиент. Клиент. Хорошо. Тоже uptab date. Uptab date. Так, теперь смотрю дальше свой план лабораторных работ. Вот, значит, на клиентское ПО надо поставить графическое программное обеспечение. Опять же, вот на курсе Linux 1 рассказывают, как чистый Linux без графики превратить в графическую рабочую станцию. Ну, или как-то, в общем, user-interface установить, или window manager и так далее. Вот, в принципе, можно было взять какой-нибудь готовый Linux, уже предустановленный, но там все будет... В виртуальной машине это может работать очень печально, потому что у всех разные ресурсы. Так, поэтому устанавливаем на рабочую станцию. И таких вот мысленно у нас 10, 5, 12 и так далее. Ну, и сам сервер Zabbix давайте поставим. Давайте поставим старенький Zabbix. Значит, будем ставить его на Debian с использованием MySQL. Почему MySQL? Потому что надо понять, зачем нужен Postgres. Если там какая-то гигантская инсталляция с миллиардами метрик, то вполне возможно, что с UBD надо взять какую-то... Как бы считается, что Postgres это такой более enterprise, чем MySQL. И, наверное, так оно и есть. Но если там не ожидается какой-то нереальной нагрузки и так далее, то можно воспользоваться MySQL как более простой с UBD. Ну, в общем, большой разницы нет. Читаем инструкцию и делаем. Так, устанавливаю я MySQL. Ну, а сам Zabbix буду ставить из репозитория Zabbix оригинального, что тоже, в общем-то, не совсем очевидно. Дело в том, что Debian, за что я люблю, что в нем все сразу есть. В том числе в нем есть Zabbix. Вот. Ну, пока у нас сервер свободен, можно даже показать apt-search Zabbix. Значит, в базовом репозитории имеется Zabbix Debian, и он имеется для 12-го Debian, а свежего 6-й Zabbix. А мы с вами договорились обновлять. Так вот, если вы планируете Zabbix обновлять, то лучше ставить Zabbix из родного репозитория, потому что раньше, чем выйдет 13-й Debian, я не знаю, как обновить Zabbix, который в штатном репозитории находится. Поэтому, несмотря на то, что Zabbix здесь есть, прям вот нужный нам, мы открываем сайт вендора, намеренно выбираем 6.0 LTS. Вот, обратите внимание, текущие актуальные релизы, да, видите, 5.0 LTS есть. Так, выбираю Debian, выбираю 12-й Debian, и мы будем ставить полный набор всего, фронт-энд, сервер, агент и так далее. Вот такую вот видим строчку. И хорошая инструкция. Мне нравится очень, ну, как нравится, все, что надо, находится на сайте Zabbix, в инструкциях и так далее. Поэтому вот хорошая инструкция по установке. Берем, качаем пакет, содержащий описание репозитория, устанавливаем этот пакет. Значит, синхронизируем репозиторий, потому что поменяли содержимое репозитория. Вот, дальше устанавливаем все компоненты. То есть, получается, что мы ставим тот же самый шестой Zabbix, что и в базовом репозитории, но используем репозиторий вендора. Именно это позволит нам в будущем обновиться. И вот, пока он ставится, могу сказать, что я очень люблю Debian и ставлю все так, чтобы оно ставилось внутри Debian. И обновляю Debian, ну, не я, а мои коллеги тоже. Debian и Ubuntu мы используем, такие мы админы. Иногда слышу, что Ubuntu – ужасный дистрибутив. Все, хочу поговорить с кем-нибудь умным, узнать, почему же он ужасен. Да, как-то так бывает непонятно, неочевидно. По мне, это прекрасный дистрибутив. Так, значит, ставятся у нас компоненты. Ну, и читаем дальше. Значит, я сказал, что MySQL, на мой взгляд, проще. Ну, и как человек, работающий с Postgres и MySQL, могу сказать, что да, попроще. Попроще. И также вот тут я должен вас заряжать на знания. Да, вот типичный sysadmin или там типичный DevOps сегодня должен работать с множеством технологий и разбираться в том числе и с СУБД. Ну, и, например, хотя бы для того, чтобы понять, что мы делаем дальше. Дальше мы с вами разворачиваем схему базы данных. Я подключаюсь к MySQL, знаю, что можно попроще это делать. Вот, например, вот так вот в Debiani root имеет возможность работать без логинов и паролей. Дальше создается СУБД с параметрами, вот что там за ETF, мне не очевидно. Ну, раз авторы говорят, что надо делать, значит, надо. Создается учетная запись MySQL, имя ее Zabbix, говорит само за себя, да, для чего она будет нужна. Привилегии, да, то есть своя система безопасности и в Postgres, и в MySQL, и так вот примерно надо ориентироваться, что, зачем и так далее. И вот интересная инструкция, она нам пригодится. Честно говоря, я даже придумал домашнее задание вам на этот предмет. Сейчас просто копируют. Устанавливается какая-то глобальная переменная с таким странным названием. Вот раз авторы говорят, значит, надо делать. Вот, ну и дальше тоже, как бы, понимание, что пустая база данных ничего не содержит, а структура, это набор таблиц, индексов, там, триггеров и так далее, который должен быть создан, мы понимаем, что содержит вот эта вот команда, она раскрывает архив с SQL-инструкциями. Я бы добавил сюда галочку verbose, вот, и, значит, этот архив вливается в утилиту MySQL, которая подключается учетной записью Zabbix с параллем паспорта, прямо ту, которую мы только что с вами создали. Вот у меня на курсах иногда случаются коллизии, если галочку, если минусовая не добавить, то команда работает молча достаточно долго, и некоторые инженеры начинают подозревать, что что-то не так. Нажимают Ctrl-C, и половина объектов создается, а половина не создается. Вот так, да, добавили verbose, ну, видим с вами весь процесс. Вот, ну и дальше в инструкции говорится, что вот эту странную переменную надо выключить. Поэтому сейчас я дожидаюсь, когда она выключится. Посмотрю, что-то у меня на агенте, да, ну, на клиенте, да. Вообще тут уже можно запустить графический интерфейс, чтобы вас отвлечь. Да, ну и пока там ставится, еще похвалю наш учебный центр. Значит, откуда возникла вот эта тема с обновлением? Значит, обновление – это очень важно, в курсе оно всегда присутствует. Вот, и тут вдруг менеджеры начали активно выяснять у преподавателя, какая версия используется на курсах, вообще на всех курсах, не только ProZarix. Оказывается, какой-то слушатель написал, что там все понравилось в курсе, но не очень понравилось, что не самая последняя версия. Даже не знаю, какой курс он слушал, это как бы-то о нас не доносят. Сорока принесла, что это причина. И тут же по всему центру пошла команда, срочно все, самых последней версии, самых новых, отчитаться. Ну, то есть, слово клиента – самое главное в нашей жизни, и это хорошая черта учебного центра. Ну, а я продолжаю. Значит, похвалил учебный центр, можно перейти к конструкции. Вот здесь момент не очень очевидный для меня. Они говорят, вот впишите это вот в этот вот файл, отредактируйте, ну, на самом деле, эту строчку, конечно, можно написать где угодно, но лучше, если ее написать где-то вот здесь. То есть файл не пустой, здесь, в частности, указывается, каким пользователям MySQL подключаться и с каким параллем работать. Ну, и почти все у нас с вами здесь. Здесь для того, чтобы заработал шестой Zabbix. Значит, здесь очевидно, что Zabbix-агент можно не перестартовать. Он и так работает. Это же Debian, и мы его не меняли. Вот. Вот веб-сервер Apache, да, и Zabbix-сервер надо перезапустить. Ну, и прописать в автозагрузку. Здесь достаточно только Zabbix-сервер, потому что и Zabbix-агенты Apache в автозагрузке прописаны. Ну, и все. У нас остается только настроить Zabbix. Напишите плюс в чат, кто уже Zabbix инсталлировал, плюс и минус, кто не инсталлировал. Так вот я вас... Кто инсталлировал, напишите плюсик, кто не инсталлировал, напишите минус. И если вы не инсталлировали, то прекрасно, вот вы увидели, как это сделать, и можно это попробовать, и еще и потом обновить. Так что надеюсь, что вам это интересно. Так, продолжаю. Значит, здесь, поскольку в Debianе все очень хорошо, остается только пароль. Пароль, да. Через Docker Compose тоже очень хорошо, да. Варианты любые годятся. Тот, который вам удобен, тот, тот и тот. Так, хорошо. Пароль, паспорт, да. Через Docker Compose, либо, как это можно, готовый взять образ виртуальной машины. Так, никогда не заполнял. Давайте таймзону поставим правильно, потому что надо сказать, что в Zabix'е таймзона теперь привязывается к пользователю Zabix, да, поэтому можно персонально выставить временную зону, но выставим глобально, чтобы была. Так, ну что, вижу, что не все ставили Zabix, значит, вот так вот он ставится. Так, ну чего, поглумимся маленько, да. Значит, времена сегодня небезопасные, ну, в общем, всегда были, да. Если выставить Zabix снаружи, то не очень хорошо, что в нем дефолтная учетная запись. Zabix админ и пароль Zabix. Самое смешное, что они добавили проверку сложности пароля для новых учетных записей, а для старой оставили старый плагин, всем известный пароль, который там с древних времен. Ну, может быть, в восьмой версии это пофиксят, потому что современное ПО, как правило, генерирует пароль случайно. Ну, GitLab, например. Так, а перед нами Zabix. Все здесь у нас, в общем-то, как и в пятом Zabix, и как и в шестом, набор меню примерно такой. Единственный узел Zabix есть сам сервер Zabix. Вот, и мы переходим, чтобы нам такое помониторить. Чтобы нам такое помониторить, мы будем мониторить рабочие станции Linux, как я уже говорил. Вот, поэтому немножко покажу, не немножко покажу, а, скажем так, на рабочих станциях мы с вами воспользуемся базовым репозиторием Debian, вот здесь вот. Поэтому, чтобы мониторить все рабочие станции, все 500, надо как-то на эти 500 запек, за рабочих станции установить Zabix-агент. Кстати, я еще раз повторяю, что на наших курсах мы рассматриваем реальные кейсы и в университете у нас реальные кейсы сотни рабочих станций, поэтому, конечно же, Ansible и различные варианты интеграции Ansible там с GitLab, так, чтобы можно было управлять версиями развертым ЛПО. Вот, здесь же я ставлю вручную этот Zabix-агент. Ну, и остается, не остается, а надо проверить, работает или не работает. Чтобы проверить, работает или не работает, мы настроим этот агент в так называемом пассивном режиме, то есть агент будет ждать подключения от Zabix-сервера и отдавать ему метрики. Здесь, опять же, нюанс покажу, что по-хорошему надо редактировать не файл Zabix-конф. Не вот этот вот файл редактировать, а редактировать файлы дополнительной конфигурации, ну, например, там, myconf. Это позволит вам быстро понимать, что вы там поправили. Вот, и надо сказать, что в сервере я так не делал, потому что в сервере эти инклюиды по умолчанию дополнительной конфигурации отсутствуют. Вот, тоже странно. Здесь же я настраиваю, здесь же я настраиваю в клиенте, из какого IP-адреса можно подключаться. Безопасность минимальная, можно ее усилить, добавить сертификаты, добавить пресс-шаритки и так далее. На курсах об этом мы рассказываем. Ну, а здесь будем считать, что на основе IP все будет достаточно. И можно попробовать подключиться к нашему запекс-агенту на рабочей станции. Прямо из командной строки представить себе, что вы запекс. Ну, и проверить связь. Значит, здесь мне понадобится IP-адрес к клиенту вспомнить, и какое-нибудь значение с клиента прочитать. Возьму из методички. Так, порт, если вы не меняли по дефолту, тоже можно не указывать. IP-адрес лучше скопирую, чтобы меньше было ошибок. Так, то-то-то-то-то. Ну, что неправильно, что неправильно. Отредактировав файл, что нужно сделать? Перезапустить Zabbix-агент. Поэтому набираю сервисы Zabbix-агент Restart. Вот. А вдруг я ошибся в написании файла конфигурации. Представляете, да, перезапуская агента, а он синтаксически что-нибудь там не парсит и так далее. Вот. Поэтому не очень-то удобно. Хотелось бы иметь средства для проверки конфигурации. Ну, ладно. А так мы видим, что связь есть с агентом и что мы с вами договаривались мониторить. Мониторить мы с вами договаривались список состава программного обеспечения. Значит, состав программного обеспечения вытащить из Linux не так-то просто, как кажется. Ну, на первый взгляд, вроде бы просто. Если у нас Debian, то можно набрать команду dpkg-l и увидеть список из... и увидеть список из 792 пакетов. Я думаю, что за этим разглядеть что-то реально установленное непросто. Поэтому я ну, как бы поискал, как это делается и нашел вот такое решение. Смотрите. Вот. Лучше не нашел. Значит, автор говорит, что если вас интересует графическое программное обеспечение, то можно опираться на список иконок, которые у нас установлены, ну, вернее, список там вот каталогов. Ну, в общем, иконок, да, десктопа вот в этом каталоге. USR, Shari, Application. И здесь список получается покороче. Конечно, тоже здесь много чего нечитабельного, вот этих и так далее. Но разглядеть Firefox удается, Firefox, Thunderbird, если добавить, тоже здесь появится. Будем считать, что такой список ПО у нас устраивает. Вот. Ну, и опять вот можно добавить отдельный файл конфигурации на все 500 агентов, который будет содержать, который будет содержать, как вытащить этот список. User параметр, тоже известное старое решение. Старое, я имею в виду, что оно было там, у нас первый Zabbix был 33.4 и там эти User параметры уже были. То есть я добавляю метрику, придумал ей такое название, вот, и при обращении к этой метрике Zabbix агента запускается вот эта вот программа. Сохраняю, перезапускаю Zabbix агент и могу эту метрику, я вот специально везде одинаковые названия использую, его имени файла, и могу эту метрику запросить. Вот она у меня, вот она у меня. отрабатывает. Ну, остается, что вспомнить? Остается вспомнить, что у нас 500 рабочих станций, и каждую из них надо добавить как-то в Zabbix. У этих рабочих станций еще и меняются IP-адреса, и они вообще могут быть там за каким-нибудь НАТОм или еще что-то. Поэтому на курсе в какой-то момент рассказывается, а ведь в Zabbix есть автоматическая регистрация, автоматическая регистрация узлов. Чтобы ее осуществить, надо подумать, кого мы регистрируем. Мы регистрируем рабочие станции Linux. Вот, хорошо бы их объединить в общую группу, поэтому начнем с того, что создадим группу Linux, Linux клиент, Linux клиент, Linux сервер здесь уже есть, у нас будет Linux клиент. Вот, а потом идем в раздел авторегистрии и акшенс и описываем, что если кто-то к нам подключится, берем и описываем, что если кто-то к нам подключится, ну давайте название, да, адодолин Linux клиент. Я признаться, очень много тренируюсь перед этими вебинарами, поэтому уже пару раз все прогнал, если не три раза, наверное, три раза, поэтому у меня здесь подставляются названия. условия. Значит, как нам отличить рабочие станции? Ну, например, в Бауманке мы тщательно соблюдаем правила именования, они там у нас определенные и так далее, вот, ну в данном случае, в данном случае у нас в учебных целях все рабочие станции имеют название клиент, клиент 1, клиент 2, клиент 40, клиент 200, клиент 500, и вот мы указываем, что если кто-то подключается, у кого хостнейм содержит слово клиент, то мы выполняем следующее, ну вручную добавлять узел я не стал, значит, все-таки ограничен по времени, если бы мы вручную добавляли рабочую станцию в Zabbix, то в первую очередь мы добавили бы ее в какую-то группу, как раз мы подготовили группу Linux, так, начинается, что я там не сделал, что-то я там не сделал, так, ну-ка, группа-то, группу, я же создавал группу, точно помню, тут вот, когда рассказываешь, показываешь, так, хост гроупс, а, ну я все понял, так, это надо создать было, а не найти, да, ну, надо не торопиться, так, хорошо, Linux клиент, соответственно, Linux, Linux клиент у нас здесь появилась, добавить, так, и следующее действие, чтобы какие-то метрики собирались, надо их добавить, а чтобы всем не добавлять одни и те же метрики, в Zabbix имеются шаблоны, поэтому мы сейчас на добавляемую систему наложим шаблон, так, link to template, и имеется, и имеется шаблон со словом Linux, Linux Zabbix агент, но самое время еще раз уточнить, что эти рабочие станции могут иметь разные меняющиеся IP адреса, могут быть недоступны, могут быть занатом, поэтому этот агент будет работать в так называемом активном режиме, если до сих пор мы с сервера обращались к агенту и получали значение метрики, то теперь наоборот, сервер будет подключаться к Zabbix агенту, поэтому мы накладываем template Linux by Zabbix агент Active, кстати, кто с Zabbix много работает, я бы с вами посоветовался, мне вот не очевидно, почему разные template, почему вот они агент так и эдак, в принципе, только направление подключения, почему надо было два шаблона делать с разными типами, непонятно, но факт остается фактом. Так, и теперь мне нужно, чтобы этот, чтобы этот, чтобы эти 500 компьютеров подключились и появились у нас в разделе Configuration Hosts, нужно, чтобы они активно начали подключаться, а чтобы они активно начали подключаться, мне нужно изменить файл конфигурации, вот, ну и вот очередной раз говорю, что лучше иметь вот такой вот свой маленький файл конфигурации, чтобы видеть, что здесь происходит, и я копирую строчки, которые нам понадобятся. Так, что нам понадобится? Нам понадобятся тоже здесь не очень очевидные команды, но, во-первых, агент теперь не слушает сеть, вообще не слушает сеть, все, больше никакой сети нет. Наоборот, агент активно подключается к Zabbix серверу, в данном случае у нас домашний игрушечный вебинар, поэтому IP-адрес Zabbix сервера вот такой вот. Значит, старт агент с 0 обозначает, что не запускается агент, слушающая сеть, активно подключающиеся агенты при этом подключаются. Ну и лист на IP тоже, вот, интересно, в новых версиях нужно это или не нужно, это директива Zabbix агенту не сообщать IP-адрес рабочей станции, потому что все равно может поменяться и никакого смысла в нем нет. Так, значит, хостнейм пока оставлю, потом всплывет это нам когда надо, но сейчас скажу, что если хостнейм не указан, то берется хостнейм, реальный хостнейм, поэтому это еще один аргумент корректно заполнять хостнейм системы. Так, ну и вот, получив такой файл конфигурации, я могу Zabbix агент подготовить к рестарту и давайте элемент чудо посмотрим. конфигурации хост ничего нету, видите, и вот там прямо хоть и по сто раз уже это делаешь, но всякий раз думаешь, неужели подключится прямо сам, это же просто фантастика такая. Да, да, неужели подключится сам, да, вот так и думаешь. Так, IP-ам Zabbix агент что-то пошло не так. Так, хостнейм клиент Zabbix сервер конфигурэйшн actions авторегистрэйшн Так, ну что, я совершил самую обычную ошибку, которую только может совершить администратор Zabbix так, administration actions так, шаблон, да, 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 здесь вот, Ален, да, спасибо, даже поговорим. Слушайте, а что у меня с actions случилось, не знаете, случайно? Я там не нажал добавить? Это же вообще клиент. Так, добавить operations and datahost group linux так, linux клиент добавить. Ну, если я не ошибаюсь, я сейчас скажу, что я сделал. Так, скажу, что я сделал, и, кстати, интересно, в новой версии они это исправили или нет. Можно, кстати, даже будет проверить, да, будет, будет даже, будет некий еще смысл обновляться на linux. Так, смотрю, linux by zabbix иен добавить. Так, ставлю, ставлю доллары на то, что я не нажал на добавить. Ставлю, что я не нажал на добавить, поэтому здесь actions не появился. И вот это фишка zabbix, которая преследует меня как администратора zabbix уже много лет, периодически забываешь нажать на кнопку добавить. Значит, в этом делали нет, сейчас мы с вами определим. Еще раз я перезапущу агент и в этом дело и было. Кстати, вот это у нас шестой zabbix, да, потом почитаем с вами, что появилось в седьмом, и я попробую обратить ваше внимание. Видите, видите, да. Да, да. Так, да, Ален, спасибо. Так, ну, что с нашим ПО? Что с нашим ПО? Чтобы мониторить установленное ПО, надо добавить метрику, потому что в базовый шаблон она не входит. Ну, по-хорошему, конечно, надо создать еще один шаблон, как мы это делаем на курсах. Вот, добавить метрику, но сейчас я ее добавлю вручную, потому что у нас машина одна, и домашние эксперименты идут, вот, и я могу напомнить, что я добавил метрику, которая называется List InstalledSoft, List InstalledSoft, вот, и, значит, агент у нас работает вот активно, мне вот здесь непонятно, почему они сделали активный, пассивный, мне кажется, что, ну, как бывший программист, я подозреваю, что можно было сделать один вариант, но, наверное, что-то недопонимаю, вот, поэтому здесь активный, и вот обратите внимание, на что обратите внимание, обратите внимание, что это у нас текстовая метрика, и когда у нас Zabbix Agent пассивный, просто агент, то имеется замечательная кнопочка тест, потому что, когда ты настраиваешь что-то там очень навороченное, всегда приятно прямо увидеть сразу, работает у тебя или не работает, но вот, если мы выбираем Zabbix Agent Active, то никакого теста у нас нет, что как бы очевидно, дело в том, что у нас нет подключения к агенту, агент когда-то сам подключается и спрашивает, какие метрики тебе отдать, а Zabbix сервер говорит, ну, вот эту метрику отдай, вот эту метрику и вот эту, поэтому кнопочка тест серого цвета с одной стороны очевидна, с другой стороны неудобна, поэтому остается только надеяться, что здесь все правильно указано, нажать на добавить, вот, и дальше куда-нибудь сбегать, например, в мониторинг latest data и сказать, что нас интересует, значение вот этой вот метрики и надеяться, что она вот здесь вот начнет появляться через какое-то время, вот, так что, так что, вот наша с вами система мониторинга, давайте посмотрим, вот, ну, и, соответственно, жду я, когда эти метрики пойдут, и тут выходит седьмой Zabbix, выходит седьмой Zabbix, и можно почитать, что там в седьмом Zabbix интересного, релиз notes прямо от вендора почитать на английском языке, ну, если честно, я не настолько прям силен в английском, чтобы с удовольствием на нем читать, читать, конечно, доводится, приходится, но с удовольствием читаю сайт, на котором сам пишу иногда, вот, релиз система Zabbix 7, вот, человек, спасибо ему, взял, перевел всю эту новость, ну, и дальше начинаются основные улучшения недоработки, и здесь вот, там слова такие, синтетический мониторинг сайтов и так далее, наверняка есть люди, которые там, мониторят сайты и понимают, о чем речь, поддержка кластеров прокси, наверняка есть люди, у которых там, миллиарды метрик и кластеры прокси и так далее, повышена производительность, ну, производительность никому не помешает, там, даже в нашей сети, там, несколько тысяч устройств вполне справляется за Zabbix, ну, пусть будет лучше, да, еще повыше, масштабирует скорость сбора метрик, отлично, да, централизованные настройки таймаутов, вот, честно говоря, не доводилось где-то вот прямо этим пользоваться и так далее, виджеты для визуализации метрик, ну, виджеты хорошо, начальство любит красивые графики, но нас вроде не трогает, производительность и так далее, двухфакторная аутентификация, ну, здесь админы Zabbix будут двухфакторной аутентификацией пользоваться, чтобы к Zabbix подключиться, наверное, тоже кому-то нужно, а вот это мне нравится, добавлена проверка корректности файлов конфигурации, потому что на курсах я учу людей, говорю, что вы должны сначала убедиться, что сервис работает раз, поменять файл конфигурации два, проверить синтаксис конфигурации три, перезапустить сервис четыре, проверить синтаксис, это шаг три, и, в общем, наконец-то они добавили эту возможность, это очень хорошо. Так, гипность, обнаружение хостов, наверное, у кого-то это актуально, да, не могу сказать, что у нас в университете это используется. Так, фронт-энда, вот тоже, вот то, что я ошибся, большая часть форм переведена на работу в модальном режиме, что это означает? Это означает, что теперь будет сложно все настроить и нажать на какой-то пункт меню и все свои настройки потерять, как только что я это сделал. Вот, ну и проверим. Так, мгновенное реагирование на перевод элементов мониторинга в обслуживании хорошо, новые шаблоны хорошо, так, интеграция с системой уведомления прекрасна, расширенные возможности DNS круто, так, PDF-отчеты тоже пока от футфу минует меня моих коллег в университете, это судьба, но наверняка кому-то это нужно и хорошо. Так, сбор данных с потерянных элементов при автообнаружении, ну да, то есть она не будет писать, что элемент не работает, да, потеря. Веб-хуков для внутренних событий тоже интересно бы посмотреть, пока не доводилось. Так, дубликатов SNMP-мониторинга пока не сталкивались, наверное, тоже хорошо, что добавили. Так, пользовательского ввода при выполнении скриптов вот интересно посмотреть, что это такое, потому что вот наш скрипт, например, сбор ПО, он как бы не требует никаких уточнений, а вот если скрипт пользовательский ввод требует, то интересно, как это оператор подключается к забексу и вводит эти значения. Так, протокол взаимодействия между компонентами забекс, хорошо, вот это классная вещь, да, при переходе с пятого забекс на шестой нам пришлось массу шаблонов менять, потому что в именах использовались макросы и все они превратились в доллар один, в доллар один, вот, и теперь, и теперь наконец-то можно обновиться на седьмой и ничего не исправлять. Так, это хорошая вещь, да, это хорошая, потому что столкнулись мы с этой проблемой. Так, но не об этом я хочу, метод push history и так далее, вот что, за что я зацепился, мой глаз, добавлена возможность выполнения скриптов на активном агенте, прям то, что нам надо. Значит, если мы хотим расширить метрики забекс-агента, мы пишем скрипты, оформляем это в виде юзер-параметров и наконец-то в седьмом забексе добавлена возможность выполнения скриптов на активном агенте. Берем, значит, вы прямо вот говорите, зачем обновляться? Проверка синдексиса раз, модальные окна два, добавлена возможность выполнения скриптов на активном агенте. Все остальное тоже хорошо и, собственно, собственно, о грустном читать не будем. Берем, хорошо, хочу обновиться, раз такие возможности, надо обновляться. Поэтому мы с вами переходим к следующей теме, обнаружили причину и хотим обновить. Так, обновление забексов. Все очень круто расписано в статьях, в том числе упоминается, правда, не первый, но встречается, что необходимо при обновлении в районе шестой версии использовать logbin Trust Function Creator. И я сейчас обновлю забекс с минимальными усилиями, попробую, то есть не буду брать там их документацию, а покажу, что, в принципе, мы, я и коллеги довольны забексом в плане обновления, потому что уже не с одной версии переходили на другую. Поэтому, как обновление с шестой на седьмой выглядит. Если честно, то очень напоминает установку забекса. Значит, мы берем с вами снова сайт забекса, выбираем DR7 LTS, наш мой любимый Debian, 12-й сервер агент MySQL Apache. Значит, загружаем пакет, содержащий ссылку на репозиторий седьмого забекса. Берем, загружаем. Так, устанавливаем этот пакет и он правит репозиторий. Да, если честно, почему мы такие смелые вновлении? Потому что мы вот такие вещи делаем, да, берем и делаем снимок, да, что лучше сделать перед обновлением. Пока ничего не поменяли, сделали снимок, да, вот, когда были времена железных машин, обновление, конечно, было более стрессом. Ну, ладно, пакет я скачал, теперь устанавливаю. Теперь устанавливаю этот пакет, меняю, собственно, апт репозиторий, теперь указываю на седьмой забекса, обновляю. Вот, и... Так, раз, два, три, четыре, пять, пропал звук. Так, коллеги, раз, два, три, четыре, пять, кто меня слышит, давайте-ка сделаем паузу. Так, появился звук, так, и экран появился, да, дайте знать, все нормально. Спасибо большое, спасибо большое. Так, и у нас, и у нас как раз интересный момент. Посмотрите, мы обновляем Zabbix, и он сообщает, что обнаружен старый файл конфигурации. Как ты будешь поступать? Если честно, то эта процедура в данном случае пройдет просто оставив старый файл конфигурации, но в моей практике были случаи, когда новая версия ПО не понимала старый файл конфигурации. По этой причине я и говорю, что очень удобно выносить свои элементы конфигурации в отдельные файлы, чтобы можно было быстро понять, что ты делал, и не модифицировать там целую простыню. Но вот в случае с Zabbix сервером они как бы по умолчанию эти инклюиды дополнительных конфиг не сделали. Но в данном случае мы с вами установили новое ПО и двигаемся дальше. Если бы мы инсталлировали Zabbix, то нам бы надо было бы создать схему базы данных, но у нас схема базы данных уже есть, и там уже шестой Zabbix у нас живет. Поэтому, почитав документацию, мы с вами находим, что новая версия Zabbix сама поймет, что перед ней старая версия базы данных, вот предыдущая версия Zabbix, и ее обновит. Поэтому вот эту только переменную надо установить. И вам домашнее задание, потом еще его повторю, все-таки выяснить, что это за переменная, как она работает. Вот я примерно представляю, но вот без нее обновления базы данных происходить не будет. Сейчас проверим, а с ней будет ли происходить или нет. Может, на троллц нажать просто. Чтобы увидеть процесс обновления, мы с вами посмотрим журнал Zabbix сервер, да, сервер лог, вот так он выглядит. Вот. И перезапустим Zabbix сервер. То есть, заново создавать схему мы не будем, мы с вами перезапускаем сервис Zabbix, сервисе сервисе Zabbix сервер restart. Ну, кстати, здесь, может быть, можно с этого начать. В седьмой Zabbix, да, значит, Zabbix сервер, вот появился вот такой ключ, минус T, да, может, с вами конфигурация-то. В шестом Zabbix не было такого. Вот в седьмом появилась возможность проверять файл конфигурации, и убедившись, что синтактический файл конфигурации верный, мы набираем сервисе Zabbix сервер restart. Restart. И смотрим журнал. И вот это вот круто. Посмотрите, прямо меня восхищает. То есть, он увидел базу данных от предыдущей версии, понял, что надо ее менять. Вот он ее сам меняет. Ну, в общем, натуральный девопс на новая версия приложения. понимает, что делать со старой версией данных. Не надо какие-то мутные скрипты там запускать или что-то какие-то ручные ручные действия. Вот. И запускаются дальше компоненты нашего Zabbix. Вот. Ну, а мы возвращаем эту переменную в ноль. Значит, больше она нам не нужна. Видимо, до обновлений, до восьмой версии. Когда выйдет восьмая версия Zabbix, можно будет ее снова установить. Поэтому я устанавливаю ее. Так, ну что, коллеги, давайте проверим, давайте проверим, что мы с вами. Значит, файл конфигурации, модальные окна, давайте проверим. Модальные окна проверим. Ну-ка, дайте посмотреть. Configuration Actions, After Registration Actions. Ага, прекрасно, ничего не работает. Да, вот работает. Ага, да, все поменялось. Ну, не все поменялось. Значит, они решили, что в новой версии Zabbix, да, меню, в общем, они переназвали. Ну, могу сказать, что по опыту привыкаешь за пять минут. Там и там то, что было там Configuration, Data Collection, теперь они раскидали несколько пунктов. Вот, ну и, собственно, все остальное похоже на то, что было. Так, ну, а мы проверяем, что мы проверяем? Модальные окна, да, мы договорились. Поэтому, поэтому, да, теперь. Угу. Угу. Вот теперь это Administration, General, After Registration, да. Так, нет, здесь секунду. Да, Валер, нет, перенесли. Actions, After Registration, Actions. Ну, давайте попробуем, что-нибудь поменять. Давайте что-нибудь поменять. Вот. И, вот, обратите внимание, я могу сюда добавить какой-нибудь компонент, ну, допустим, там, Set Inverter, Remote, там, автоматик, вот, добавить. И вот теперь я не могу покинуть это окно, как в тот раз. Вот, если честно, можно было прикинуться, что я это специально сделал, но, если честно, то нет, да. Вот, модальное окно стало, потому что это уже притча в языцах была, когда, ну, я, наверное, раз 10 точно ошибался, вот, настраиваешь что-то, потом тыкаешь в какой-то пункт, а здесь модальное окно, видите, теперь, так что, плюс перехода на новую версию, второй, первая проверка файла конфигурации, второе модальные окна, так, третье, давайте проверим, можно ли скрипты запускать на активном агенте, значит, для этого я захожу дата коллекшн хост, ну, можно даже для чистоты эксперимента удалить вот этот хост, да, прям берем, удаляем его, значит, вообще проверим, авторегистрация, это работает, дальше, на клиенте перезапустить за бикс агент, вот, и если все будет хорошо, то у нас снова должен появиться, снова должен появиться, должен только не появляется, да, ну-ка, за бикс агент рестарт, вопрос к вам в чат, пока ждем коллеги, как считаете, за бикс агент предыдущей версии может работать с за бикс сервером новой версии, ну-ка напишите мне в чат, что-то не очень, между прочим, должен, да, должен только, почему-то он не регистрируется совсем, ну-ка, давайте посмотрим еще раз, так, alert, actions, авторегистрация, actions, от linux, так, хост на им клиент, все, operation, linux клиент, за бикс агент актив, все нормально, вот, должен, да, точно работает, но после удаления сразу не, да, нет, вы правильно пишете, я абсолютно согласен, тогда ответьте на следующий вопрос, за бикс агент более свежей версии, может ли работать с за бикс сервером более старой версии, вот наоборот, может или нет, вот если честно, я замечал проблемы, может быть, на каких-то комбинациях работает, но вот одна из причин обновления, седьмой может, ну вот, да, вот если мажорная версия старше, то не всегда, я, честно, в своей практике с таким столкнулся, так, ну а пока я вас опрашивал, да, и отвлекал, я все равно не вижу появления за бикс агента, клиента, это, честно говоря, меня уже начинает, начинает меня уже расстраивать, так, ну давайте запик сервер-рестарт сделаем, потому что, потому что, если честно, то в мои планы была проверка, в мои планы входила проверка, да, да, clean.not.found.restart. ну, появляется, что ли? мы хотим проверить выполнение скриптов, чтобы проверить выполнение скриптов надо чтобы появился наш клиент да да это нормально я еще раз говорю что все эти вебинары обкатываю многократно и и вот он появился да не знаю помогло ли перезапуск сервера конечно такого быть не должно просто будем считать что время прошло нужное количество и он появился не все сразу мгновенно правильно написали ну и вот теперь если посмотреть элементы вот лист стал софт у нас сейчас нету и я добавляю этот элемент да 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 я вижу вас там дискуссия завязалась обсудим обсудим давайте сейчас посмотрим ради чего мы обновлялись значит захожу в хост захожу в один из клиентов элементы добавляю элемент так как я это делал лист он стал софт лист он стали софт агент актив и вот обратите внимание что к сожалению к сожалению кнопка тест как было заблокировано так и осталось заблокировано на самом деле мои ожидания не знаю ваши мои ожидания не оправдались то есть то что я прочитал в обновлениях вот но можно сделать такую а вдруг это просто версия агента не то у нас же шестой агент может быть забег сервер седьмой версии может выполнять скрипты на активном агенте седьмой версии может быть такое я если честно подумал наверное так поэтому взял и перешел к следующему шагу обновление за бекс агент значит мы с вами сейчас обновим за бекс агент но помните мы ставили за бекс агент из репозитория дебе обновить за бекс агента за репозитория дебе можно только с обновлением самого дебе поэтому здесь придется поступить следующего взять наши файлы конфигурации которые мы сделали удалить за бекс агент целиком и полностью с клиента 0 из клиентов ну допустим с одного клиента эксперимент на ставе ставим вот и далее выполняем процедуру установки из репозитория из репозитория но будем ставить не будем ставить не за бекс сервера за бекс агент поэтому я выбираю 7 версия дебе 12 за бекс агент на самом деле ссылка на репозиторий будет абсолютно та же самая вот просто ставить мы будем ставить мы будем только агент поэтому на клиент загружаем репозиторию устанавливаем устанавливаем так обновляем и устанавливаем за бекс агент вот и здесь я завис надолго она не подключалась долго до тех пор пока я не догадался набрать что-то вот такое перед вами регулярное выражение полезное которое позволяет вытащить из файла конфигурации все строчки которые не являются комментариями не являются пустыми можете иметь ввиду полезная не считаю что прям регулярные выражения тут надо знать обязательно но вот такие не вот что я обнаружил я обнаружил что пакет который берется за бекс репозитория за бекс агентом внутри файла конфигурации содержит хост-нэйм равно за бекс сервер вот приехали поэтому мои моя рабочая станция никак не могла зарегистрироваться вот поэтому я возвращаю свои фрагменты конки года поэтому я наверное даже не знаю как поступить здесь можно отредактировать этот файл можно отредактировать этот файл просто хост-нэйм до закомментировать тогда будет браться хост-нэйм системы ну либо было в своем файле в своем файле вот которая копирую хост-нэйм оставить поправить но тоже не хорошо получается что файла конфигурации два раза хост-нэйм упоминается вот ну и имеется возможность агент версии 2 посмотрим на так значит проверяю файл конфигурации за бекс агент минус ты тоже ключ появился сообщает не что все все нормально ну и опять проверяем что проверяем удалим удалим наш клиент так и попробуем перезапустить за бекс агент теперь уже он будет седьмой версии можно можно посмотреть какой версии видим до перезапускаем сервисе за бекс агент рестарт так значит он у нас появился зарегистрировался можно увидеть его то за бекс агент вершин у нас короче седьмой версии за бекс агент у нас так ну и ради чего мы это делали проверить можно ли выполнять скрипты на активном агенте поэтому заходим хост с клиент этом открываем добавляем элемент лист лист стал софт активный агент и все кнопка тест снова блокируется к сожалению опять мимо получается что и здесь не работает значит тут меняют не знаю андрей это имел ввиду или нет посетил но может быть за бекс агент 2 потому что давно уже я слышал что такой из за бекс агент 2 мы его не используем думаю ну надо как раз под вебинар записать что такое за бекс агент 2 заодно узнать вот поэтому быстренько решил посмотреть как это будет удаляю за бекс агент просто вот ну и пока он удаляется пока ставится выяснил что ничего такого нового в за бекс агент 2 нет кроме самого главного можно вместо юзер параметров и скриптов там на на баше там или на питоне или еще на чем-то использовать модули написанные на голову то есть это значит может представлять даже вот так можно показать от search агент агент 2 можно увидеть что за бекс агенту 2 имеются вот плагины которые можно там добавлять там из других репозиториев и как правило эти плагины связаны с мониторингом каких-то таких глобальных вещей там субодели хранились данных и так далее то есть точки зрения админы как бы нет но все равно вдруг скрипты будет выполнять поэтому я устанавливаю за бекс агент 2 вот так же обнаруживаю что файле конфигурации указан хостные который вовсе не нужен который вовсе не нужен тут она задумалась давай вечер люди ждут разгоняйся вот ну и пока она ставится могу сейчас много доставим пускай чтобы время просто не терять могу сказать что тоже не поможет будет она серый и так далее поэтому я начал читать причем как получилось когда значит вот с этими версиями начались играть давайте я запишу вебинар про обновление вот мне говорят ну напишите тогда план вот что вы будете делать и так далее вот я почитал риби релиз ноутс увидел эту штуку написал что вот попробуем сделать то 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 и анонс о вебинаре ушел в продажу да его выставили и так далее вот я начал делать слабо готовить и вот обнаруживать что не удается выполнить скрипты на активном агенте вот кнопка тест вот она заблокирована и так далее я начал читать что же они имеют ввиду и вот оказалось что имеется вот такая вот метрика систем ран который по умолчанию заблокирован что этой метрики можно передать любую инструкцию и в общем получается что некий такой гибкий юзер параметр вместо того чтобы в файле конфигурации описывать нужные юзер параметры можно просто через метрику систем ран выполнять любые инструкции и вот они не выполнялись на пассивном агенте на активном агенте а теперь выполняются но опять же выполняются так же как и скрипты то есть скрипт выполняется с той стороны результат передается на забег сервер и проверить со стороны забег сервера выполняется вот этот системы раунд все равно будет невозможно вот но давайте доделаем лапы тогда я подытожу подытожим значит что у нас с вами тут господи 68 процентов где-то кто-то кого-то заблокировал так вот продолжу коллеги смотрите потому что многие здесь за биксом работают значит эту эта фича у них появилась то есть теперь можно будет в настройке за бикс агента разрешить метрику систем ран и настроить любой элемент для этого агента ну я взял пример там выполняться разумеется будет с правами за бикс агента работает он используя с правами пользователя за бикс агент поэтому натворить что-то тяжелое не сможет ну а если надо сделать что-то там требующие повышенных привилегий то суда можно использовать все как обычно в классике классики linux вот но все равно меня удивило что я точно помнил что когда значит у нас был windows когда-то был windows то под windows тоже имеется за бикс агент и я просто в рамках как бы изучения что там можно с помощью за бикс агента windows сделать еще на версии в 4 или в 5 за бикса нашел вот такую вещь что можно добавить on save user параметры вот и дальше описать user параметр примерно вот такой посмотрите ран команд это название да это я придумал ранку он принимает любой аргумент и далее вот этот аргумент просто выполняется ну вот если вот посмотреть обычный юзер параметра вот имеется имя параметра да и дальше вот какой-то скрип а здесь получается что доллар один заменяет вот эту звездочку то есть можно выполнить любую инструкцию иначе рядной атерации я проверил работает ли это на пассивном агенте доработает иуде и убедился что ну по крайней мере в шестом за бикси который сейчас нам эксплуатируется это также работает на активном агенте то есть что здесь они добавили просто оформлено это теперь через просто оформлено это теперь через через систем ран вместо того ну практически они назвали это систем на рамма всегда его можно было добавить нсф юзер параметр и что хочешь здесь написать звездочкой доллар один то что будет вместо звездочки выполняться с правами за бикс агент вот таким образом третья фича которая заставила нас обновиться ничего нового не добавила нет возможности протестировать работу скрипта на активном агенте то что мне хотелось не удалось ну а сам за бикс агент 2 в общем ничего такого если не брать возможность разработки ногу модулей не содержит ногу я не пишу поэтому просто формально возвращаю наши конфигурации возвращая наши конфигурации за бикс агент версии 2 проверяя файл конфигурации минус ты обнаруживаю что кое-что надо поправить например пропал параметр старт агент я говорил что название его не очевидно старт агент это количество агентов которые слушают сеть теперь в за бикс агенте 2 этого параметра нету его придется убрать но так все остальные параметры совместимы за бикс агент минус ты так и чтобы с вами но давайте до проверим или со свободной совестью пойдем отдыхать так хвост так когда ты коллекшнс пост удаляя очередной раз далее очередной раз узнаете что я поторопился ну ладно можно добавить четвертую причину обновиться до седьмой версии вот активные агенты до седьмой версии не показывался статус агента здесь было серенькое такое поле и я действительно говорил что я говорила обращались слушатели вячеслав а почему здесь не показывается статус вот в седьмой версии агенты и второй версии тоже значит за этот статус становится зелененьким дать его проверим начну красный мы его с вами увидели в простом агенте вот давайте посмотрим агент 2 на микс агент 2 так перезапускаю за бикс агент 2 рестарт так и смотрим появится ли появится дата коллекшн хвост давай появляйся а я кстати не уверен что поправил там не уверен что поправил ну-ка дайте посмотреть я боюсь что не поправил до хвостная видите объем представляется запек сервером точно так же как для обычного агента при установке агента из репозитория надо будет надо надо будет закомментировать вот эту строчку иначе иначе наш actions не срабатывает агент при представляется за бикс сервером еще раз рестарт да алекс поэтому да да поэтому согласен с вами значит ждем мне показалось что это вот такая фича ради которой можно задуматься об обновлении вот когда нужно обновляться да когда нужно да в общем ждем что вот она позеленеет сейчас посмотрим позеленеет или нет вот ну и проверяем проверяем убеждаемся что не работает лист он стал софт берем создаем элемент лист он стал софт так или стал софт текст текст и как только я выбираю активный агент кнопочка становится серой так что пока что это было ложное неправильное прочтение текста да так что так что так ну и ну и я еще раз скажу что за бикс агент 2 содержит модули написанные ногу обо это не баш это если к высокого уровня который позволяет запрограммировать сложную логику и там высокопроизводительное это делать и так далее поэтому разумеется вам нужен вот поэтому смотря что мониторить так коллеги ну что давайте запишем в актив 7 версии статус активного агента мы теперь его с вами видим и на сегодня все мне кажется мы с вами сто процентов выполнили что мне остается мне остается вопрос его для чего обновляться подумайте и как работает вот этот параметр тоже подумайте вот а я говорю вам спасибо за то что с нами были все все с мой сколь на позже принято да я подумаю что да идея неплохая договорились так коллеги на все вечер отдыхайте давайте тогда останавливать запись немножко еще по буду в онлайне спасибо что подключились запись обязательно выложим значит я думаю что всем участникам ее пришлют ну а кому не пришлют можно будет ее посмотреть вот здесь смотрите вики вал бы маста уру материал видео уроки вот видео уроки здесь будет обязательно вики вал видео урок короче нам можно найти из корня все и вот где-то здесь будет эта запись на можете посмотреть оставшись но все останавливая коллеги спасибо большое